Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текстов, первое послание Коринфянам 6.9 и 6.18, мы зададимся следующим вопросом. Что такое духовный блуд? И вот здесь мы должны рассмотреть следующий тезис «Целомудрие, воздержание, как добродетель веры». Обычно, когда говорят о добродетелях, они относятся больше к душе, а когда говорят о целомудрии, целомудрие как бы связано с телом. Но существует некая такая взаимосвязь между телом и душою, душою и телом. И вот сегодня мы постараемся исследовать этот вопрос. Первое послание Коринфянам 6.18, мы читаем. «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». И, прочитав этот текст, мы начинаем рассуждать о том, что как бы блуд, прелюбодеяние, извращение всякое – это то, что связано с телом. Но тело рано или поздно умрет. Но как же тело может испачкать душу, осквернить душу, если тело и душа – это как бы некие противоположности? Плоть – дух, дух – плоть, как в Писании сказано, что дух противится плоти, как некая противоположность плоти, а плоть противится духу, как некая противоположность духа. Но в то же время первое послание Коринфянам 6.9, мы читаем. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует, не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники. Царство Божие не наследует». А Царство Божие – это не кровь и плоть. И, казалось бы, если блуд, прелюбодеяние, малаки, мужеложник – это движение тела, а как это может быть препятствием для вхождения души в Царствие Господне. Да, вот здесь сказано, что идолопоклонники тоже не наследуют, но это понятно, это грех против веры. А почему плотские преступления оскверняют душу, которая является духовной, нематериальной? И вот это нам надо исследовать, чтобы понять, какая взаимосвязь существует между деяниями плоти и состоянием духа, и что подводит плоть или что подводит дух, нашу душу. Блаженный Августин пишет, «Разве не надлежит тебе превосходить жену в добродетели? И разве целомудрие не добродетель? Так почему ты уступаешь первому же нападению похоти и дозволяешь своему пожеланию жены восторжествовать над собой?» Итак, целомудрие – это не есть только сдерживание тела, само по себе оно добродетельно. Ибо, не сдерживая тело, мы губим душу, а грех – это произволение души прежде всего, ибо тело пребывает в послушании у состояния нашего духа. А если бы вина падала бы на тело, то она бы косвенно падала и на создателя тела, каковым является Бог. Но в то же время мы знаем, что, когда Бог создал все, было сказано, что все хорошо весьма. Слово «целомудрие» таким образом потребляется как бы в двух основных смыслах. Во-первых, в прямом смысле, когда осуществляется несогласие с чувственными позывами. Целомудренный человек от этого уклоняется. Во-вторых, слово «целомудрие» употребляется в метафорическом смысле, в духовном смысле. Поскольку, если человеческий ум наслаждается духовным единением с тем, с чем ему приличествует быть в единстве, а именно с Богом и с Церковью, и воздерживается от наслаждения единением с другими вещами. Таким образом, мы видим это духовное явление. Смотрите, что пишет первоверховный апостол Павел. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 2-3 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас, то есть верующих, единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою, то есть церковь, чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей принстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Таким образом, что мы видим? Мы видим, что есть духовный аспект нецеломудрия, когда душа, которая должна быть невестой Христу, изменяет Христу жениху. И вот такой блуд наиболее опасный и ужасный. И в книге пророка Иеремии, 3 глава, 1 стих, мы находим такие слова. «Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та? А ты со многими любовниками блудодействовала и однако же возвратилась ко мне, говорит Господь». Таким образом, мы видим, как есть неверность плотская, когда, не дай Бог, там муж изменяет жене или жена, не дай Бог, изменяет мужу. Но есть и неверность души, которая должна быть невестой Христа, Христу, вечному жениху. И в книге Откровения Иоанна Богослова говорится о духе отступления от Христа жениха многих верующих последних времен, которые в своей консолидации друг с другом будут составлять не тело Христово, а единое тело вавилонской блудницы, то есть некого сообщества, которое, начав как христианское, переродилось и проявило неверность по отношению ко Христу. И это должно подталкивать нас к мысли, что есть целомудрие, воздержание, не только плотское, когда мы не позволяем себе прикоснуться кому-то, посмотреть там с вожделением, но должно быть целомудрие духовное, чтобы ты не проявлял любопытство к тому, что не составляет часть твоей веры, чтобы ты не смотрел с вожделением на какие-то там книги, которые не выражают веру наших отцов, чтобы ты не интересовался заблуждениями других людей. И вот смотрите, что в книге Откровения говорится о неверной невесте, которая переродилась в блудницу. Это 17 глава, с 3 по 6 стих. «И повел меня в духе в пустыню». Само слово «пустыня» указывает на времена, когда христианство истинное почти пропадет, и оно будет неявным образом присутствовать в этом мире, который, несмотря на свою заполнитость, он будет как пустыня в нравственно-моральном, религиозно-духовном смысле. «И повел меня дух в пустыню». Пустыня – это время апостасии, всемирного отступления от веры. И я увидел жену, сидящую на звере багряном. Это неверная жена. Это та, которая, будучи невестой, изменила жениху и превратилась в блудницу. «И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами, десятью рогами». Что значит семью головами? Эти головы восстают против таинств и благодати церковной, которая тоже запечатлена в число 7. «Десятью рогами». Каждый из этих рогов бодается с заповедями божьими против нравственных истин, десятисловий. «И жена, облеченная в порфиру и багреницу, то есть она как бы царствующая, потому что порфира и багреница – это царственный элемент, украшена золотом, драгоценностями, камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистоте блудодейства ее». То есть внешняя форма как бы сохраняется, золото, драгоценные камни, золотая чаша, но все это внешнее наполнено мерзостями и нечистотой блудодейства. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон, великая мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Вот во что может превратиться неверная невеста, если мы, православные христиане, не будем дорожить целомудрием веры? Как существует целомудрие для тела, когда мы не позволяем себе определенных действий, даже взглядов, даже помыслов, есть целомудрие для души? И целомудрие в этом смысле является общей добродетелью, поскольку всякая добродетель, она удаляет человеческий ум от наслаждения незаконным соитием или единением. А чтобы избежать единения с еретиками, сказано, «Кто приходит к вам в дом и не переносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его», так учит апостол любви Иоанн Богослов. Однако сущность такого целомудрия состоит по преимуществу в любви и в других теологических добродетелях. А есть три основных теологических добродетелей – вера, надежда, любовь. Истинная вера, ибо сказано, без веры никто не может угодить Богу, истинная христианская надежда и любовь. Таким образом, такое целомудрие, религиозное целомудрие веры обнаруживает единение с Богом, Христом в его теле Церкви. И есть очень интересное свидетельство. Эта книга называется «История боголюбцев». Автор этой книги – блаженный Феодорит. И здесь рассказывается о том, как для пользы Церкви блаженный Афраат оставил уединение, пришел в город для утверждения жителей православия. Хотя, казалось бы, целомудрие отшельника не позволяет ему покидать уединение и идти в город, где очень много соблазнов для такого анахарета. Но он думал не только о целомудрии собственного тела, но он думал и о целомудрии веры. Людей, о которых он услышал, что не все нормально. Воспитанный в тиши и решивший жить в уединении, Ава Афраат, как говорится, был далеко от стрел мирской суеты. Но увидев жестокость еретической брани, ересь Ария, пренебрег собственной безопасностью и, оставив на время уединения, сделался предводителем сонма благочестивых православных, всегда приобретавших победы, жизни, словом и чудесами, но никогда не побеждаемых. Император Валент, увидев его, когда он шел к месту воинского учения, где тогда собрались почитатели Троицы, некто, увидев его, идущим по берегу моря, указал на него императору Валенту, смотревшему в окно, спросил, куда он направляет свой путь. Тот отвечал, что идет сотворить молитву за Вселенную и за Царство. Император Валент снова спросил, зачем же ты, избравший уединенную жизнь, оставил уединение, без опасения идешь на площадь? Афраат, говоря обыкновенно притчами, в подражании Господу, отвечал, скажи мне, Государь, «Если бы я был девой и, будучи скрыт в каком-либо потаенном тереме, увидел, что огонь объял дом моего отца, что бы ты посоветовал мне делать? Сидеть в своем тереме и спокойно смотреть, как огонь истребляет дом. Но таким образом и я сделался бы жертвой пожара. Если же скажешь, что я должен был бежать, носить воду, тушить огонь, то не укоряй меня, когда я именно это и делаю. Если же ты укоряешь меня за то, что я оставил уединение, то несправедливее ли было бы тебе укорять себя за то, что ты внес огонь в дом Божий, валент он всеми мерами, этот нечестивый император, он насаждал орианство. А не меня вынужденного тушить этот огонь, что необходимо идти на помощь отцовскому дому. В этом ты со мной согласен. А то, что Бог есть Отец наш, что Он ближе земных родителей, ясно даже и для совершенно несведущего в вещах божественных. И так, собирая питомцев благочестия и доставляя им божественную пищу, мы не удаляемся от цели и не делаем ничего против прежде принятого намерения. Когда Он сказал это, валент замолчал, признав оправдание правильным. Сейчас, когда мы видим монашествующих в разных местах, мы как бы не смущаемся той ситуацией, что этот блаженный отправился в город. Но в те времена отшельники не покидали своих убежищей до смерти. Поэтому это был неординарный поступок. Он ревновал оцеломудрие в веры. Евсений Кесарийский, отец церковной истории, рассказывает в своей церковной истории о том, как однажды Иоанн Богослов пошел мыться в баню со своими учениками. Но он узнал, что в этот же самый момент в бане, это была общественная баня, мылся известный еретик. Он бегом бросился из этой бани, чтобы сохранить целомудрые веры. Потому что духовный блуд хуже плотского. Ибо если человек, не дай Бог, согрешит плотские, он может пойти на исповедь, получить разрешение грехов, понести эпитимию. Но если ты впал в духовный блуд, для тебя недоступна ни исповедь, ни причастие, ибо ты не сохранил целомудрие веры. То, о чем мы сегодня с вами беседовали. Друзья, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!